Уже да, уже 10 минут. 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 Просто разобрать для себя, вспомнить какие-то приемы, основные догмы, можно так даже сказать. Чтобы потом на следующих работах уже от этого отталкиваться, применять их. Это не запланировано. Ну, значит, вчера вечером, пока готовилась стрима, конечно, не было несколько вариантов, что мы порисуем сегодня. Один из них как раз то, что мы сегодня не будем рисовать. Второй вариант сегодняшний стрим были зверушки. Вот рисовала конкретную зверушку, лисичку. Ну, вообще неплохо, но пока я рисовала ее, подумала, что пока мы не поговорим про построение, про формы, мне трудно будет объяснять, допустим, как я рисую животных. Как вот я подхожу к тому, какие вот перенять с них основные элементы, что такое тело, что такое голова, вот как там подойти к рисованию морды правильно. И все-таки лучше сначала какие-то вот такие простушки попробовать, порисовать там кубики, кружочки, овальчики. Попробовать построить какие-то сложные фигуры, поговорить о перспективе, обо всем таком. И потом уже пойдем на каком-нибудь следующем стриме, может быть там даже прям через недельку, вот тогда уже пойдем серьезно порисуем каких-нибудь животных, красивых, пушистых. Сегодня такая, буду много работать, наверное, просто графикой, то есть без цвета, как раз чтобы все было понятно. То есть поработаем со штриховкой, со светотенью. Вот тут, например, то, что я вчера рисовала, видно. Вот я пробовала порисовать, поработать над перспективой, над тенями, над всякими изометриями, диметриями. И вот так прям уже на закуску порисовала парочку колонн. Колонны такие, как бы, вполне себе классического вида. Я не буду, наверное, на всех на них акцентировать внимание. Мы, конечно, потом, когда до них доберемся, я прям поговорю, какие бывают колонны. Ну, скажу конкретно, что здесь нарисовано вот в тосканском, тосканского ордена колонна и римско-ионические, то есть такие с характерными какими звитушками. Это вот самые такие классические варианты колонн, которые там художки рисуют и, в принципе, которые приходят на ум, когда говоришь о чем-нибудь таком вот, о рисунке таком классическом. Ну, давайте, наверное, начнем. Рисовать буду твердым карандашом, даже не твердо-мягким. И еще у меня есть просто мягенький карандашечек B. Ну, это так, чтобы просто, там, тени, например, подавать. Вот буду его использовать, чтобы как мягко был, мягкий штрих. Ну, давайте просто, как бы, начнем с начала самого. Что вообще все вот, что мы рисуем, можно представить вот какими-то простыми фигурами. То есть это там, что у нас простые фигуры. Это вот круг, квадрат, там, треугольник. Ну, это вот что прям, потом, ну, это из плоских. Потом мы переходим к объемным фигурам. Это у нас конус, шар, какой-то там куб. И уже следующий этап, это комбинация этих фигур. Комбинация, потом вот эти фигуры со сопряжениями. Сопряжение – это соединение двух фигур. То есть, ну, вот, как бы, что у нас запустим, может быть две окружности, да. И вот между ними сопряжение какое может быть? Оно может быть, там, внешнее, внутреннее, вот такие вот сопряжения бывают. Ну, то есть, это все исчерчение очень, на самом деле, вся эта информация. Это, как бы, то, как мы их соединяем. То есть, ну, вот сразу, ну, что, телефонная трубка – это сразу понятно. Потом какие-то, да, вот, если мы вот о животных, что там, кадром раньше. Это, да, это вот круг голова, круг туловища. И вот мы сопрягли два этих вот овала. И вот у нас получилась шея. Собственно, ну, так и так это все и рисуется. Поэтому очень важно во время рисования все эти вот основные, основную такую базу – ее знать, конечно же. Ну, и когда мы говорим про что-то плоское, ну, вот тот же самый, когда вот мы видим, как бы, анфас, да, это, по-моему, называется. Или когда вот, ну, как вот стоит… Нет, подождите, анфас, она отречает. Это все-таки в разворот. В общем, когда мы видим прямо предмет спереди, то есть, мы не понимаем, насколько он там протяженный туда, вглубь. Это все плоские фигуры мы для этого используем. То есть, вот мы рисуем там цветок, да, он для нас плоский набор кружочков и овальчиков. Мы, допустим, не знаем, насколько он там туда, в ту сторону продолжается. Интересность начинается, когда мы начинаем переповорачивать этот объект относительно себя, там, в разные стороны. Вот мы начнем проще всего кубики поворачивать, поэтому будем поворачивать кубик. Кубик – это у нас… Когда мы вот видим его, во-первых, просто прямо смотрим на него, мы всегда видим просто квадрат. Ровненький квадратик. Как только мы как-то отходим в сторонку, у нас появляется его, как сказать, ширина или там глубина. То есть, у нас глубину, то есть, он вытягивается, и мы уже понимаем, что это не просто какой-то там листок из бумаги перед нами, а вот что-то такое объем, то есть, настоящий там кубик, коробочка, еще что-то. Также мы можем посмотреть маленько под углом, то есть, ну, то есть, можем посмотреть в сторону. Мы можем и вот так увидеть фигуру, не видя, что там у нее сверху есть что-то или нет чего-то. Она от нас, она перед нами прямо, и просто мы маленько в сторону отошли и увидели, что у нее вот есть боковая грань. Маленько поднялись наверх, увидели, что у нее есть верхняя грань этого предмета. То есть, ну, можно просто взять перед собой что-то квадратное и покрутить разных, и понять, что мы видим либо просто квадрат, либо видим квадрат там с правой грани, квадрат с левой грани, квадрат с верхней. Это зависит от того, с какой точки мы на этот предмет будем смотреть. И вот подошли к такому, видите, как точка. Это наш горизонт, откуда мы смотрим. Как это выглядит? То есть, у нас вот есть вот наша линия горизонта там, где наш взгляд. Квадрат, наверное, чуть потолще, пожирнее возьму карандаш. И где-то вот здесь, допустим, наше зрение, то есть, видит без каких-либо искажений. То есть, мы прямо смотрим сюда, и вот здесь квадрат будет для нас, для нас куб будет простым квадратом. И от него во все стороны будет расходиться эта перспектива. То есть, она будет такими равными, вот так вот. И это будут такие, так называемые, линии искажения. И вот если наш квадрат окажется где-то вот на этих, где-то вот в этом положении, то есть ниже, чем мы смотрим, то мы, соответственно, да, увидим, если это вот этот куб, то мы его увидим вот таким вот образом. То есть, он у нас начнет вытягиваться именно по вот этим вот линиям перспективы. То есть, это такой реалистичный способ изображения, получается, объемных предметов в пространстве. Из черчения мы еще можем, допустим, вспомнить такие моменты, как там, изометрия, диметрия. Они в изображении предметов, как бы, с художественной точки зрения почти не используются, потому что они, ну, они как бы, они отображают размеры предмета корректно, но не отображают его художественно. Когда мы рисуем, отображаем предметы художественно, мы, конечно, используем перспективу в большей степени. Потому что диметрия — это искажение только по одной стороне, а изометрия — это изображение по трем сторонам без искажений. Но ясное дело, что, когда мы смотрим, у нас всегда предметы вытягиваются. Когда, ну, так работает перспектива. У нас вот широкая улица с высокими домами, она под действием перспективы сужается в такой вот коридор и в итоге вот в точку. То есть все дома, они, высота их, она чем от нас дальше. Вот если мы представим, что это у нас улица, то у нас вот тут дома идут, и они большие перед нами, мы их видим большими такими. Но как только, чем дальше эти дома от нас, тем они там все меньше и меньше становятся, и мы уже почти не видим, что у них какие-то там есть грани, они вот такие уже вот. То есть чем предметы от нас дальше, тем они больше искажаются, чем предметы к нам ближе, тем мы реально воспринимаем их размеры. И вот когда мы рисуем предметы, это очень важно, важно об этом помнить. Поэтому, например, как вот в том, что я рисовала, когда готовилась к стриму, как раз видно, видно, как работает, допустим, на вот этой колонне перспективы. То есть я смотрю на нее как будто бы снизу, моя вот линия горизонта, она примерно вот здесь находится, моя точка зрения, она вот здесь, и я вот от нее все вот эти линии и простраиваю. Единственное, что я стою прямо перед ней, поэтому вот эти линии, они там почти параллельны краю бумаги. С этой колонной посложнее, то есть я на нее смотрю, у меня вот идет искажение по двум сторонам, потому что я отметила как бы две точки перспективы, и они вот, их пересечения, на их пересечениях вот самый ближний ко мне край. Это вот эта вот вертикальная ось. Вот такие как бы вещи, давайте попробуем сейчас просто нарисовать квадратик, кубик, который где-то перед нами стоит. Тоже будем смотреть на него как будто бы маленько сверху, потом при этом еще и как-то повернем у вас в пространстве, то есть отметим две точки на горизонте, от них построим линии от этих точек, то есть где-то наш куб будет вот его основание и получится. Вверх у него стороны конечно будут идут параллельно, так что я просто нарисую параллельные линии вверх, и где-то вверху они должны будут закончиться, например вот здесь. Вот так он закончится, здесь соединим эту сторону с этой точкой. Вот пересечение мы нашли, как закончится эта грань, как раз пересечение его ребра бокового с верхним ребром. И вот наш кубик такой вырос перед нами, то есть мы как-то на него смотрим, то ли снизу, то ли сбоку, непонятно. Получается маленько снизу смотрим, потому что мы его верхнюю грань не видим. Ну и соответственно, если мы теперь где-то поместим источник света, у нас какая-то одна грань его осветится, а вторая грань наоборот, она попадет в тень. Допустим, если мы поместим источник света с этой стороны. Вот там, например, наша лапочка, она вот с этой стороны находится, значит свет от нее падает на эту грань, значит эта грань у нас станет в тени. Причем самой темной частью этой грани будет та грань, та часть, которая ближе всего к вот этому ребру, который я ввела. Чем ближе к ребру, тем будет эта грань темнее, и чем дальше, тем она будет светлее. И это обусловлено одним простым явлением, как рефлекс. Есть почти у всех поверхностей, ну кроме всяких черных тел, есть способность отражать. И вот как раз таки вот это свойство отражения называется рефлексом. То есть у нас всегда есть что-то освещенное у предмета, есть та часть, которая у предмета в тени, и есть та часть, которая рефлексирует. Это вот та часть, которая находится удаленнее всего от света, можно так сказать. То есть как это можно объяснить еще, что свет, он как бы получается гипотетически свет распространяется и вот на то, что находится за предметом. И предмет как раз таки отражает вот этот цвет, который и за предметом тоже. Поэтому вот это вот, поэтому чем от нас дальше, там он светлее. То есть это его дальняя сторона, она чуть, на ней появляется этот рефлекс. Потому что он как бы отражает освещенные поверхности за собой. То же самое, если мы рисуем шар, например, и у нас шар находится также освещен. Он освещен тоже, например, этой же лампой. То есть у него освещена примерно вот эта часть. Эта часть у него остается светлая, и дальше у него начинается, он становится темнее. И вот с самой дальней стороны он будет ловить рефлекс от поверхности, на которой он лежит. Поэтому вот здесь вот, у дальнего края, он будет максимально светлый. Максимально темный он будет где-то вот здесь в середине этой тени. Вот эта штриховка по этому шару, чтобы дать ему объем, она будет выглядеть таким образом. Вот. И тут он становится совсем, чем дальше к концу, тем он темнее. Маленько подотрем здесь переход, чтобы плавнее сделать. Вот. И теперь, глядя на него, мы прекрасно понимаем, где находится источник. Мы понимаем, что это все-таки не просто круг, а шар, и что находится источник света где-то сбоку от него, а не перед ним. И это действительно круг, потому что сзади него, то есть, свет тоже немного проникает по этой круглой форме. И у нас снизу появляется небольшой рефлекс. И это касается, да, когда мы рисуем какие-то предметы, даже не такие вот абстрактные, как шары и кубы, а, например, там цветы в вазе, мы об этом тоже должны учитывать. Потому что у нас ваза, она тоже такая, округлой формы, и у нее тоже будет какое-то, какое-то место будет на ее сильно в тени, какое-то место будет больше освещено. И цветы, это тоже форма, с ней тоже где-то с одной стороны будет освещена, а с какой-то стороны нет. Что касается, допустим, давайте, я вот еще нарисовала цилиндр, давайте попробуем еще и цилиндр тоже нарисовать, потому что это, ну, такое, тоже интересная фигура, и цилиндры нам, по сути, в рисовании пригодятся. Опять же, потому что все наши вазы, это, по сути, есть цилиндры, ну, или какие-то цилиндрические формы. Цилиндр у нас рисуется, то есть мы, как любой круг, можем вписать в квадрат, значит, у нас надо начать построение цилиндра с того, что мы построим, как там, параллелепипед, в который этот цилиндр будет вписан. Давайте, как-то я подвину, наверное, лист, чтобы вот тут вот нарисовать его. Наверное, сделали все то же самое, но, наверное, так. Опускаем тоже будет у нас немного, немного такой, как мы будем смотреть на него спереди. Вот тоже наши, построим наши имени перспективы. Нам нужен квадратик. В основании, то есть эти две стороны, допустим, сделаем у него равные. Построим по вот этим точкам линии перспективы, и вот у нас получилось основание нашего цилиндра. Поднимем вверх от каждого, от каждой точки. Это будет наша сторона нашего, как бы, параллелепипеда, внутри которого наш цилиндр. И я также от наших точек приведем линии, посмотрим, где оно все пересечется. Пересечение вот у нас здесь, пересечение вот тут, и пересечение по этому ребру здесь. Вот мы, то есть то же самое, что вот мы сейчас до этого строили куб, что вот сейчас построили параллелепипед для нашего цилиндра. Как стало у нас любой, что у нас цилиндр, это, как бы, круг, который мы в пространстве продолжили только вот вдоль одной оси. У нас был круг, и мы такого бесконечно стали, там, поднимать вверх или бесконечно вытягивать вбок, такая труба. Поэтому нам нужно, в основании у нас должен быть круг. Круг мы впишем в наш квадрат, который мы нарисовали самым первым. Что мы знаем про круги, который вписывается в квадрат? То, что он касается каждой стороны ровно в ее середине. У нас вот здесь квадрат, у нас есть середина его сторон, и наш круг, это, по сути, соединение вот этих вот точек. То же самое и здесь. Нам нужны середины наших ребер, основания. И все же нам нужно теперь это соединить их плавными круговыми линиями. Вот у нас основание нашего цилиндра. Так, сейчас я поправлю этот лист. Угу. Вот основание нашего цилиндра. И то же самое у нас... Это когда мы смотрим на него сверху. То есть, у нас как бы снизу мы сейчас будем смотреть. Вот наш квадрат в вершине. И здесь также надо будет нам отметить середины каждого ребра. И эти середины мы также соединим плавными линиями. По сути, нам нужен эллипс. У нас когда круг, круг вырождается в эллипс, когда мы начинаем его крутить в пространстве. Все, мы получили эллипс, который будет верхушкой нашего цилиндра. И эллипс, который будет основанием нашего цилиндра. Все, что нам теперь нужно, это добавить, соединить два этих эллипса, чтобы он и появился, наш цилиндр перед нами. Вот мы соединим крайние его точки. Для нас эллипс, если вот, ну цилиндр, если вот мы его видим, он для нас представляется вот такой вот трубой. Но если мы начинаем смотреть на него, ну как-то поворачивать его, чтобы избавиться от третьего измерения, мы будем видеть либо в одну сторону круг, либо в другую сторону прямоугольник. То есть нам и прямоугольника нужно добиться. То есть мы соединяем просто параллельными линиями. И теперь уберем, сотрем те части эллипсов, которые нам по сути не должны быть видны. То есть мы решили, что у нас линии горизонта где-то посередине, значит мы не видим верхнюю часть нижнего эллипса и нижнюю часть верхнего эллипса. То есть мы оставляем только боковые ребра, верхний эллипс, правое ребро и нижний эллипс. То есть вот он наш цилиндр. Сейчас не очень понятно, что это цилиндр, потому что мы не видим вот этого закругления на поверхности. То есть мы не видим, как играет вот эта тень. У нас вот есть лампочка, давайте мы сейчас от этой лампочки набросим тень на этот наш предмет. Лампочка у нас светит с правой стороны, поэтому будет освещен правый бок цилиндра. Значит примерно посередине, то есть вот как у нашего клуба освещена только лицевая грань и задняя грань, ну боковая грань она в тени. Абсолютно также нам нужно работать со светом и на цилиндре. У нас вот остались здесь линии того параллельфирта, в который мы вписали наш цилиндр. И вот по нему и нужно смотреть, то есть у нас вот это, то есть все, что касается передней грани, оно все находится в свету. То есть это вот эта вот часть. И все, что не касается этой грани, находится в тени. То есть примерно вот как раз вот от этой линии и начинает появляться на предмете тень. Так вот здесь ее будет самое темное место. По мере приближения к освещенному она будет пропадать, то есть у нас вот эта сторона будет полностью освещена у цилиндра. И тень будет набирать обороты и потом к самому дальнему краю цилиндра сходить на нет из-за того, что там у нас появляется рефлекс. После штриховки наш цилиндр будет выглядеть таким образом. Вот, то есть у него сразу теперь появляется объем. Вот теперь мы понимаем, что это не просто какой-то прямоугольничек или непонятное что, а вот уже настоящий цилиндрик, на который у нас еще и освещен. По сути, теперь вот, зная вот это все, мы можем поставить перед собой вазочку и эту вазочку нарисовать, используя для нее те же самые шаги, как вот мы используем для цилиндрик. Единственное, что будет случаться сложность в том, если ваза какой-то сложной формы. То есть мы там будем рассматривать, например, какая-то классическая ваза такая, знаете, там с горлышком, потом с каким-нибудь дутым пузиком и вот с юбочкой основанием. То есть нам придется рассматривать, что как отдельный шар, отдельная воронка, еще одна воронка и вот эту освещенность передавать, что осветили шар, осветили воронку, осветили вторую воронку. И вот у вазочки появился объем. То есть идем от простых, от простых форм к сложным. Сейчас сильнее сделаю. Вот так. Да, но я вижу, что на камере хорошо, на экране, что камера передает как надо. Вот такие вот простые фигуры. Еще здесь есть конус, но конус не буду рисовать, потому что конус это уже просто. Ну, это такая фигура специфическая, то есть где-то рисуют какие-то предметы, конус нам почти не встретится. Ну, хотя ладно, нам может встретиться сейчас усеченный конус, но опять же его нет, мне кажется, большого смысла рисовать. Потому что любой усеченный конус можно там тоже в систему превратить просто в какой-то неправильной формы куб. Ну, не до куб. Вот и все. Наверное, субурных объясняю эти все вещи. Ну, надеюсь, что то, что это нарисовано, оно дает какое-то понимание. Вообще, что я, в принципе, имею в виду. Опять же, если вы, как и я, осознаете эти вещи, эти предметы, которые нарисованы объемными, значит все сделали правильно. Ну, что, еще можно еще поговорить маленько. Может быть, про свет и тень. Может быть, так в плане... Ну, я на самом деле уже так думаю, что я, наверное, все сказала про тени рефлекс, что у нас просто, да, рефлекс это отражение, отражение света от поверхности. Ну, это понятно, это от значения слова можно понять, что такое рефлекс, все знают, что такое рефлексировать. Рефлекс это отражать. То есть у нас предметы, все предметы, все поверхности, они отражающие. Не отражают только абсолютно черные. Еще абсолютно черное тело не отражает. И вот как раз таки это отражение мы и рисуем. То есть наш свет, он не просто падает вот сюда, он еще падает и вот сюда. Ну, на какую-то там воображаемую стену. Или он просто освещает пространство сзади. Вот вы можете посмотреть на меня. У меня тут тоже куча света стоит, который и светит на меня тоже. И который освещает что-то, что находится сзади меня. То есть то, что сзади меня, оно тоже освещено, но я там большую тень от себя не создаю. То есть свет у нас попадает и на то, что сзади, и на сам предмет. И вот то, что оно попадает на что-то сзади, это что-то сзади, оно как раз таки в самом предмете отражается. Когда мы говорим, когда мы работаем в такой вот черно-белом технике, только в технике просто обычной графики, графического рисунка, мы, конечно, перелируем только там двумя цветами, черным и белым, и вот их оттенками. Поэтому мы просто делаем светлее, темнее. Когда мы начинаем работать в цвете, у нас появляются оттенки, у нас появляется вот это вот теплое-холодное. Но всегда очень важно помнить о том, что если бы это была черно-белая картинка, у нас были бы совсем темные участки и просто какие-то градации серого. Более светлые, более темные. И очень важно при работе в цвете вот эти вот ощущения из черно-белого рисунка не терять. Я, кстати, об этом говорила еще несколько стримов назад, когда мы рисовали с вами нашу деревню. Если кто-то был на прошлых стримах, мы рисовали деревеньку. Если не были, вы можете найти в записях на Твиче. По-моему, они еще не удалились. Они же там исчезают через две недели. А, кстати, а может быть, уже и удалились. Но это, как говорится, уже ваша беда, что вы не потянились раньше, не посмотрели. Так что пока еще не есть шанс. Советую успеть поймать это видео, где мы рисовали деревеньку. И вот мы там как раз таки говорили о свете, о тени, о том, что у нас там, о теплом и холодном. Такие вот там, после того, как вы уже, по-моему, нарисовали картинку, мы как раз об этом и поразговаривали. Так, ну, вот мы порисовали предметы простые. Давайте теперь перейдем к чему-то такому уже симпатичному. И порисуем, допустим, тоже вот такие вот околонны, которые я вот рисовала себе вчера. Потому что рисовать какой-то натюрморт, например, из, ну, графический натюрморт такой, из таких вот всяких разных фигур, наверное, странно. Потому что у меня перед собой нет, картинки никакой нет. Я сейчас буду просто с головы выдумывать, и вы мне еще не поверите. А просто потренироваться в изображении каких-то сложных предметов в перспективе, это можно. То есть это можно и без какого-то настоящего натюрморта перед нами. Давайте, наверное, давайте я просто переверну лист на чистую сторону. И мы сейчас на чистой стороне начнем с чистого листа. С чистого листа. Что у нас про колонны? Вот в самом начале стрима, когда я еще только вот говорила, что мы будем рисовать, я вот показала свои вчерашние зарисовочки. Давайте кто-то приснился, сейчас покажу и вам сейчас. То, что показала в начале стрима. То есть я еще вот вчера тренировалась на зверушках. Вот, была вчера еще вот такая лисичка у меня веселая, которая и прыгала, и скакала, и рычала. Вот я прям по-разному, по-разному старалась одну и ту же лисичку нарисовать. Чтобы прям поиграться с ее формами и положениями. И потом подумала, что какие вот формы, если мы не умеем, допустим, или не рисовали какие-то простые формы. Простые формы, вот как мы порисовали сейчас. И порисовав такие вот простые формы, как вот эти круги, шары и цилиндр и куб, можно прийти к комбинации этих фигур. Которая, наверное, лучший пример для вот этой комбинации, это колонны. И колонны у нас бывают разные. Вообще их там 6 штук. 6 типов, какие бывают колонны. Я вот знаю только, все мы их, мы все 6 встречаем жизнь. У нас вся архитектура в этих колоннах, даже вспомните, допустим, ваш университет. Или какое-нибудь там знание администрации в вашем городе, если вы со мной не из одного города, например. У вас там наверняка есть какое-то знание администрации, которое еще вот там со сталинского классицизма какого-нибудь. То есть, и оно вот все в колоннах каких-нибудь. Или есть какая-нибудь аллея, где тоже есть ротонда. То есть, это такая беседка открытая на колоннах. И вот они бывают разного типа. Есть простенькие такие. И есть посерьезнее с какими-то такими вот такой вот сложной капителью, какой-нибудь завитками. Что могу сказать по... О, алла, алла. Да, маленько училась. Алла, алла, песо. Немного, немного училась. Но... Да, не закончила я художественную школу. Не закончила, потому что не успела. Потому что не успела. Нужно было уже ехать поступать в университет и как-то совмещать университет и художественную школу. Но у меня не очень получилось. Так вот, про колонны. Вот здесь у нас самый простой... Ну, один из простых вариантов колонн. Это вот Тосканский орден. То есть, у нее минимум декора. А у нас... На самом деле, прямые фигуры, они приходят... Прямые линии, они приходят в руку. Надо просто этим тренироваться, постоянно рисовать. И рано или поздно, линия выпрямится. У меня тоже... Вот тут вот видно, что не все, не все ровно. Вот этот квадрат, который насорвал в начале стрима. Он вообще... Его надо стрелять, как страшный сон. Забыть, что я его так нарисовала. Так вот, Тосканский орден, Тосканский тип колонны. Он отличается такой простотой относительно. У нас это, по сути, цилиндр, на который сверху в качестве капителя наложены пластины. Пластины могут быть разного размера. И такой самый распространенный вариант, когда они увеличиваются в размере по высоте. Вот давайте вот мы сейчас такую колонну Тосканского ордена и порисуем. Это чисто. По поводу прямых линий и линеек. Вот в художественной школе я застала вот эти вот уроки, когда нас учили рисовать тоже вот эти все фигуры. И мы рисовали кусочки колонн. И у нас тоже у некоторых учеников, у некоторых ребят был большой соблазн взять линейки и линейками все порисовать, все линейками построить. На самом деле идеально ровных линий и не бывает в природе. Потом никто никого не заставляет рисовать вот это все вот эти вот архитектурные излишества. Некоторые, наверное, больше нравятся какие-то плавные линии, там цветы, растения. Там ничего прямого нет, все там оно извивается, как-то вьется от эти все листики. Ничего ровного там нет. Просто, ну, иногда есть желание, например, какое-то рисовать действительно архитектуру. Поработать именно над четкостью и ровностью линий. И там все приходит с практикой. Чем чаще пытаетесь, тем оно будет лучше получаться. Что по поводу этой колонны? Вот мы с вами уже нарисовали цилиндр. Давайте я... Ну, там не так-то просто нарисовать. Начнем с того, что там тоже много всяких и линий и всего прочего. Ну, как это... Можно написать, как это... Обозначим, да? Обозначим. Нужно нарисовать... Нарисовать куб. Давайте просто обозначим и напишем куб. Так же и здесь. Нам нужно нарисовать вазу с цветами. Давайте просто напишем вазу с цветами. И пускай люди сами ее воображают. Так вот, про колонны. Нам, как я сказала, это самый простой вид колонны. Это цилиндр, вверху которого лежат несколько пластин. Цилиндр вот мы нарисовали. Мы нарисовали куб. И, по сути, наши пластины это просто видоизмененный куб, который мы растянем по сторонам. Вот... Маленько сожмем его по высоте. И получим, как раз таки, вот эту вот нашу верхнюю пластинку. Давайте так и начнем делать. Опять же, начнем с того, что накидаем линии перспективы, линии нашего горизонта. Давайте... Я вот смотрела на колонну сверху. И, наверное, такой самый удобный вариант на нее смотреть. Ой, смотрелась на нее снизу. И это самый удобный вариант, чтобы снизу смотреть. Потому что у нее вот эта верхняя часть капителя, она такая массивная. И гораздо больше, чем сама колонна. Так же, давайте так же и поступим. То есть, у нас наша линия горизонта. Откуда мы будем смотреть? Ничего. Давайте разберем, что такого непонятного. И попробуем... Про пространство. Что именно про пространство? Что такое горизонт и точки перспективы? Ну да, горизонт это то, откуда мы смотрим. Наша линия, линия нашего взгляда. Ах, да. Прямая ограничена двумя точками. Все правильно. Отрезок. Прямая ограничена двумя точками. Вот у меня прямая. Я ее ограничила двумя точками. Это будут точки перспективы. И вот эта прямая, это как бы линия моего взгляда. То есть, я смотрю вот прямо на эту линию. Вот на эти точки. То есть, эта линия, это место минимального искажения. И вот линия перспективы, они выходят из наших вот этих вот точек. Выходят они в разные стороны. Вот мы сейчас их в разные стороны и нарисуем. Там, где они пересекутся, будет самая ближняя к нам точка объекта. Если мы будем говорить про нашу вот колонну, то она вот где-то здесь будет ее самая ближайшая точка для нас. Уже график, да. Начнем с того, что нарисуем колонну. Сверху на эту колонну положим наши пластины. Чтобы нарисовать нашу вот эту колонну, нам насят цилиндр. Цилиндр мы вписывали в поролепипед. То есть, нам надо сейчас нарисовать поролепипед. Давайте маленько нададим ему начало. Начало чуть пониже, где-то ниже линии горизонта. Куда-то вот сюда вверх. Вот наша колонна. Как-то вот так. Построится вот примерно в такую вот форму. Это уже... Отлично! Ну, мы все видим, что у нас стоит какой-то такой вот предмет поролепипеда. Вот я вот взяла сейчас руки резинку. Она тоже такого формы прямоугольника, пролепипеда. Вот мы как раз видим, что вот у нее какие-то есть грани. И вот они. Вот это ближайшая грань к нам. Вот она. Боковые грани. Вот они в разные стороны зашлись. И это будет пролепипед, который мы нашу колонну впишем. А когда мы говорили о... То есть нам... У нашего цилиндра в основании будут круги. И нам эти круги и надо нарисовать. Для этого достроим до... Верхнюю часть до квадратика. Чтобы нам понимать, что и куда. Наверное, не очень понятно, как я вот с этими линиями обхожусь. То есть... Да. Как бы так объяснить, конечно. Мне это все в голове есть. И это все для меня просто. Я сейчас понимаю, что у меня не хватает даже слов. Это объяснить нормально. Мы будем пытаться, да? Будем пытаться. Будем пытаться все, что у меня есть в голове, облекать слова. Как мы это... Как я это все рисую? Как я уже говорила, у нас вот эти вот наши точки, перспективы, по которым у нас будет искажаться пространство. Так как это точки, у нас прямая через точку может пройти каким угодно образом. И вот через эти точки я прямые каким угодно образом и пропускаю. То есть, ребята, надо прямо геометрию вспоминать, а не Сэма и Дина. То есть, я могу упустить ее вправо, влево, там, да, вот под разными углами. И я, собственно, это и делаю. И самый первый мой шаг был провести вот эти вот две линии. Вот я сейчас их показываю карандашом. Давайте прям два карандаша положу. У меня тут куча цветных карандашей есть. Я прямо сейчас их два цветных карандаша и положу. Вот мы посмотрим. Я нарисовала эти две линии, потому что у нас линии из этих вот точек, они могут выходить в разные стороны абсолютно, во все направления. И вот у нас как только эти две прямые пересеклись, у нас появилась самая первая точка этого нашего пролепипеда. Дальше. Я, как бы, принимаю, что у меня искажения по вертикали никакого нет. То есть, оно у меня только вот есть так вот. Ну, точнее, его нет по горизонтали, типа, да, по горизонтали у меня вот нет такого искажения. То есть, у меня линии не наклоняются вправо-влево, они у меня все параллельны. Поэтому из этой точки я просто веду линию вверх и, ну, то есть, на каком-то приятном мне расстоянии нахожу пересечение уже вот, пересекаю, допустим, вот эту прямую прямыми выходящими из моих вот этих вот точек перспективы. То есть, у меня были вот эти две линии, они пересеклись, я нарисовала третью линию наверх и попробовала теперь впустить вот из этих точек новые линии, чтобы они тоже где-то с ней пересеклись. И они пересеклись у меня вот так. Я решила их примерно вот в эту точку пересечь. Давайте, давайте, ребята, давайте будем, как это, тут без пол-литра не разберешься. Бутылка. Ребята, я нарисую бутылку. Смотрите, как выглядит бутылка. Ну, слушайте, надо ее где-то тут рисовать. Вот у нас горлышко, да, утолщается. На самом вот это телец бутылки. У нас там пробка в ней может еще быть. Давайте мы этикетку нарисуем на ней. Ну вот, готова бутылка. Так, с бутылкой легче, да? С бутылкой легче. Что, надо еще рюмки рисовать? Точно. Вот я прям это, да, подумала. Рюмка. Кто это? У нас, по сути, тоже цилиндр. Мы сегодня прям цилиндры-цилиндры. В основании круг, в вершине тоже круг. Ну, давайте прям граненый стакан нарисуем, да? Вот стакан. Я-то смотрю, я так мелко нарисовала, да? Мелко. Чего вы не говорите, что мелко? Что маленькая бутылка. Надо больше рисовать бутылку. Давайте хоть так. Нет, не расходимся. Не расходимся. Сейчас появится бутылка побольше. Сейчас появится бутылка побольше. Сейчас у нас будет горлышко нашей бутылки. Вот это вот. А вы знаете, как называются части бутылки-то ходят? У них же там есть горлышко, есть, наверное, тело. Может, у них есть какие-то названия у бутылок? Ну, точнее, у бутылок-то ясно-дело есть названия, там, вискит или вино или коньяк. Я не имею в виду именно у частей бутылок. Мы же знаем, что там у бутылки есть горлышко. Ну, смотрите, крупнее. Так. Бутылка. Только мы крышку не нарисовали. Давайте крышку добавим. Вот у нас появилась бутылка с крышкой. Что мы там еще? Стакан и одну с ней рисовали, да? Главное, чтобы стакан был не больше, чем бутылка. Вот. 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 За нас. Так. Что у нас осталось? Когда я начала пересовывать бутылку, мы заговорили о том, что должна быть еще и закуска рядом. Ребята, какая закуска? Что? Чем закусываем? Пишите. Мне приходит на ум огурец. Пиклрик. Кто еще за огурец? Огуречек. Есть еще любители огуречек у нас? Ну давайте, ну так, что у нас должна быть тогда? Рыба. Рыба. Ну давайте нарисуем и рыбу, и огурец. То есть, что у нас? Рыбу-то, наверное, нарезанную, да, нарисуем? То есть, у нас где-то рядом с нашей, внутри водка, снаружи бутылка, должна быть снаружи тарелка, внутри рыба. Где-то вот тут у нас появится наша тарелка. И где-то здесь у нас появится... А какая рыба? Нарезанная? Или... Давайте, наверное, целую положим, да? Нарезанную. Мы сейчас нарисуем нарезанную, не поймем, что это вообще рыба. Так, что у нас? Тарелка. Это просто большой круг, у которого, кстати, есть небольшая глубина там где-то внутри. Мы можем вот увидеть вот тут дно тарелочки, вот ее краешек здесь. Поемочка. И... Нет, ну у нас там рыба, мы сейчас ее нарисуем. У нас как она будет лежать? Головой, да, наверное, сюда наверх, головой. И... Так вот, хвостом наверх, да? То есть вот у нас хвост рыбы. Она вот типа тут такая лежит. И у нас будет торчать ее голова, глаза. Все видят морду рыбы. Мы тут подотрем тарелку сзади от лишних штрихов. Тут у нас тарелочка светленькая, а рыбка в ней темненькая. Селедка, да. Вот, смотрите, все. Вот у нас бутылка, стакан и тарелка. Все есть. Стол рисовать и газету. Ну, что у нас? Стол. Вот он, да? Стол у нас закончен. Где-то вот тут вот закончился. Если у нас все лежит на газете, давайте вот так вот и нарисуем. Что у нас отличительная часть газеты? Это, конечно, газетные эти столбики. Колоночки. Колонки текста. Колоночки текста. Какие-то заголовки там большие идут. У нас такая газетка. У нас в газетке какой-то один край неровный. потому что он отрезается вот этим вот... Какое у нас интересное сообщение. Так, ну вот. Маленько, мне кажется, как-то текст, да, нереалистично выглядит. Надо, наверное, как-то по-другому нарисовать. А, вот так, потому что нам надо текст дать как линии. Да, и потом тут как будто какой-то прям заголовок. Там какой-то прям текст пойдет. Например, да? И телек. Что-то мне кажется, я начала не в том месте рисовать. Надо тут вот все стирать. Теперь рисовать здесь и волка, и телек. Ну давайте хотя бы разберем, что у нас тут нарисовано. У меня вот карандаш твердый. Прям вот видно сразу, как его недостаточно. Так, у меня все такое стало равномерно серой. Не хватает каких-то особо темных частей. Может быть, если я нарисую... Может быть, если я возьму черно-цветной карандаш, станет получше. Давайте мы возьмем черный цветной и какой-нибудь зеленоватый. Сейчас у меня он тут лежит. Сейчас мы черным добавим. Что у нас... Ну, не хватает это... Ни теней, ничего. Добавим что-нибудь такое голубовато-зеленоватое. На бутылку, по итогу. На бутылку, на стакан. Ой, кто-нибудь на рыбу. Я подозреваю, что это почти ничего не видно, но маленько приобретает рисунок, контрастность. И немного давайте какой-нибудь. У нас желтая газета. Вот так. Ну вот. Чуть-чуть-чуть со светом как-то стало поинтереснее. Ой, собутыльник. Ну вот, нас вот собралось. Как раз пособутыльничали. Ну все, пол-литра есть. Настало время с перспективой разбираться. Сейчас сюда выпили, закусили. Уже неинтересно дальше. Теперь там называть караоке, танцы, да. Ну я, кажется, теперь знаю, что нужно. Не надо стримы проводить. Надо просто, да, вот так вот просить, чтобы накидывали. А, нечитаемо это. Нечитаемый текст. Молодец, что пел. Одобрям-с. Так, цветные карандаши уберу. Надо добавлять это, звуки. У нас же есть звуки, ребята. А, Леша брал команду. В общем, выбирайте восклицательный знак и звуки. И надо это... Там есть, по-моему, вау только. Вот нам тут вау. Надо, в общем, добавить звук рюмка водки, да. Рюмка водки. Ну, ставь. Уже вернули, уже вернули. Уже, я кажется, увижу. Вау. Вау. Да, вы видите, какая хорошая водка получилась. То, что надо. Что, к нашим баранам? Волка так вот сходу не нарисую, потому что я никогда не рисовала. И я просто даже и не представлю, как его рисовать. То есть, ну, я имею в виду, какая у него морда. Мне надо какие-то картинки сначала посмотреть. Давайте, наверное, давайте так, давайте договоримся. Вот те, кто здесь с нами в чате, все, кто-то смотрит. Вот мы сегодня очень весело нарисовали бутылку водки и рыбу. Давайте сейчас с ним договоримся. Будем рисовать волка к этой вот бутылке. Сова. Сова. Давайте. Давайте сейчас я открою блокнот. Мы не будем портить лист, а порисуем в блокноте. Потому что он у нас специально для этих целей заведен. Я даже, наверное, не буду прямо таки лист портить. Я прямо уже на нарисованном листе порисую. Сова. Что мы знаем про сову? Что, что, это птица. Птиц мы уже с вами рисовали, кстати. И мы уже говорили, что птица это большой круг голова и какой-то, как яйцевидное, это и тело ее. У нас... У нас такие тут обожливые вообще. Сова, сова. Вот она сидит. Да. Такая матрешка. Голова. Туловище ее. Что, у совы у нас сова. Если перед нами сидит, у нее там есть такие крючкообразные лапы ее. Которыми она вот хватается как бы за ветку, на которой сидит. Где-то там и там, знаете, хвостик еще может быть. Дальше. Что у нас отличительная черта совы? Это, конечно, тут ее бинокулярное зрение у совы. То есть у нее тут эти два глаза. Сова это этюд, конечно. Этюд это все, что мы что-то тренируемся рисовать. Это все у нас этюд. Давайте мы сейчас найдем мне картинку какую-нибудь, чтобы я не рисовала ее непонятно как. Я уже начала ей рисовать тут бинокль. Что у нас? Два глаза у совы. Пока нарисуем. Этюд это все, что мы рисуем для тренировки. Вот у нас сейчас тренировка. Это наша сова. У совы вот есть такие характерные эти штучки. Тут у нее такой вот как размашцы такой. Ну такую тоже нарисую. Давайте просто нарисуем сову сначала. У нее тут ручковатый нос. Какое-то такое округлое оперение. У нас совы бывают ушастенькие. Потом у них тут будут крылышки. Мы говорили, что крылышки у птиц складываются как фраг. Вот они примерно так и сложатся у нас здесь. И да, у нас останется только вот. Вот, типа, нормальная сова. Что у нас там была? Необычная сова, да? Так, мне бы сейчас ее открыть у себя. Интересно, я могу же оставить ссылку из чата? Твердить? Ага, отлично. Так, ну, что у нас в этой сове такого необычного? Да, открыла ссылку. Видите, я еще неопытный стример. Открываю ссылки все подряд из чата. У нас там тоже, по сути, есть как бы круглая наша голова. Потом вот у нее такое смешное тельце. У нас соединяет тоненькая шейка. На лице у нас, конечно, такие супер, это, это глаза здоровые. У меня маленько мордочка шире, где я щечки. И уже, где глазки. Вот мы это сейчас подчеркнем. Ушки у нас, кстати, какие-то, как кулесы. Вот, такими бровями. Вот, так, вот ухи готовы. Нос крючковатый, как, собственно, у всех сов. Нос такая удивленная. У нас еще в оригинале художники добавил такие вот, как перышки, имитация перышек. Ну, вот, смотрите, голова совы у нас уже есть. Нам осталось теперь, что она такая кузатенькая. Кузатенькая, и есть у нее две лапки. Мы, кстати, это обсуждали. Когда рисовали птиц на прошлом стриме, мы обсуждали, как раз-таки, какая лапка, что у них там один пальчик противопоставленный, и три пальчика у них в другую сторону. Собственно, у нас вот все это отлично, знаете, это совой демонстрируется. Так, значит, она у нас стоит. А что у нее там в руках? Я вот вижу, в одной руке у нее, типа, какая-то веревка или червяк. А что у нее во второй руке, на этой картине, я не могу понять. Что это такое? Ваши догадки. Ну, она там явно что-то держит. Небольшой пальчик, нажимает на кого-то червячка. И другими. Я не понимаю, что она там. держит на этой руке, в этом крыле. Ни в одном, ни во втором, на самом деле. Ну, смотри, у нас как бы совушка пузатая, то есть у нас вот ее пузико такое будет освещенное, и по бокам оно будет маленько такое, у нее будет появляться тень. Поэтому накладываем штриховку. Это второе крылышко там вообще в тени, то есть его можно прям хорошо заштриховать. Она вот так, как бы за себя убрала руку, за руку крыло. Ну, кто заказывал сову? Как вам сова? Сова из Винни-Пуха, которая... Это Савунья из нашего, да, Винни-Пуха же? Мы и про нее говорим. Так, сова, сова и сова из Винни-Пуха, да? Сова Винни-Пуха. Так, ну я тут вижу ее в шляпе. Ну, наверное, в шляпе ее и нарисуем, да? Как бы так, канонично. А вы, ребята, давайте там фоловьтесь, что ли, на канал. В следующий раз готовьте, что еще рисовать будем? Будете мне кидать запросики, буду рисовать. Сыкс. Ну вот, ладно. Короче, я нашла картинку совы. Сейчас это я буду ее рисовать. Мне она пока больше всего нравится. Мне надо тут карандашик подключить. А что вы так про сову вспомнили? Это из... Не, у нас... Ну, мне кажется, есть кто-то, кто не зафоловлен в чате, нет? Как вы так вообще на сов пришли? Мы рисовали водку. Я помню, там был волк. Откуда взялась сова? Так, сова из Винни-Пуха. Но она, конечно, такая. У нее... Если вот у этой нашей совы... То есть, что у нее такое было характерное? Все, что из колонны. У нее вот было такое... То есть, у нее такие, как щечки были. Видно, что голова такая. У нее к ушкам поуже, к щечкам пошире. То вот у совы из мультика про Винни-Пуха все маленько наоборот. У нее лицо, допустим, такое... Голова достаточно такой вот ровный, немного вытянутый кружочек. У нее почти на весь глаз, на все лицо нарисованы вот эти вот круги. Вот, которые мы нарисовали у нашей настоящей совы. То есть, они у нас у мультяшной совы такие достаточно утрированные. Мы их нарисовали. Обросили сову тогда. Да. Так. Вот. И у нее такой вот интересный, крючковатый носик. У нее верхний клювик и нижний. Верхняя часть клювика и нижний. Я надеюсь, вам как мелко я рисую. Вот. Мелко, да, вообще. Смотрю, это какая-то мелочь. Невозможно. Давайте я буду крупнее рисовать. Вам же ничего не видно, ребята. Даже не говорите. Большая голова. На большой голове у нее не менее, не менее большие. Как это назвать у совы? Вот эти штучки под глазами. Мешки. Да. Так. Я рисую. Рисуете. Крючковатый такой носик. Клювик. И вот здесь у нее находятся глазки. Причем глаза у нее такие прикрытые. И сверху, и снизу. Один глаз. И второй глаз. И каждый глазик мы теперь добавим по зрачку. Ага. То есть вот она у нас получилась. У совы из нашего мультика какие-то просто невероятно кучерявые брови. Одна. Вторую там. Вторая. Второй у нее там шляпа на картинке, с которой я смотрю. Так что я хочу ее так со шляпой нарисовать. Давайте мы ее так же нарисуем. У нас такая шляпа. Как в начале с вами в стриме говорили про всякие сопряжения окружности. По сути у нас шляпы это оно и есть. У нас есть окружность вот здесь. Окружность вот здесь. И вот мы их плавными такими линиями сопрягаем. Верх шляп у нас тоже наш. По сути это и есть наш цилиндрик. У которого в верхушке круг. Здесь у нас под шляпой будет тень. Ну, похоже, да? И вот после этого всего у нее тут еще нарисовано как будто в каком-то платочке. Там узелок у нее как будто в платочке каком-то. На картинке, которую я смотрю. И само ее там туловище она. Она такая тут с горшочком меда. Или как там, с паночкой варенья. Как будто она нарисована на моем референсе. Сторона так заботливо держит. Добавим штриховку ей на крылышке. Чтобы было понятно, где у нее что. Так, вот сама баночка у нас. С шнурочком. С вареньем. С шнурочком. Ну, вот смотрите. Вот наша савунья. Узнаем. Узнаем сову. Что у нас мне интересно из-за интересных деталей? Это что она такая, как мешок. Что она такая мешковастенькая. Поэтому мы ее рисуем просто как большой, как большой-большой, да. Большой-большой шар. Такой. Из ключевых деталей. Это у нее, конечно, вот ее мордочка. Она такая вот с такими большими этими кругами какими-то... Они, кстати, у нее как-то темнее, чем она сама. Она сама такая достаточно светлая. Вот эти круги у нее в мультике изначально нарисованы такими темными. У нее вот такой есть крючковатый носик. И с собой у нее тут баночка с вареньем. Ну, неплохо. Так, что у нас осталось? Вот тут, типа, чистое место, да? И тут мы предлагаем... Следующая, если я видела, сова из мешариков. Сова... Мишарики, что ли, мне кажется, опять что? О! Или нет? Ну, сова из мешариков, конечно, это совсем просто. Но я думаю, мы тут тоже найдем, что нарисовать. Так, мы рисуем... Вот я вижу два варианта пока. Это где она в шапке такой с помпоном. И вижу еще вариант, где на ней надета шляпа. Вот, какой бы больше хотелось. Наверное, вариант, где она в шапке поприколенней, да? Потому что у нас уже это в шляпе. Еще у нас две совы будут в шляпе. Надо, наверное, вторую сову тоже нарисовать. Что там еще? Партуки такая. Давайте, наверное, ее нарисуем. А в шапке надо просто надеться какую-нибудь ее веселенькую. Ну вот. Ну что? Смешарики это, конечно, ключевое. Когда мы говорим... Шар это ключевое. Когда мы говорим про смешариков. То есть там у нас все одной формы. Никаких каких-то сложных форм нет. Как вот все предыдущие совы. Все три. Все-таки это комбинация каких-то форм. А вот смешариках у нас никаких комбинаций нет. Просто большой шар. Просто большой шар с ручками. Мы нарисуем что-то такое вот шарообразное. Для нашей заготовки, для нашей совы. Единственное, что надо понять, ось симметрии накинуть. То есть примерно вот так. Мы нарисуем маленько так. Пол оборота. Что? У совы просто вдруг на шаре есть два глаза. Которые... Да, сова из Винни-Пуха. Слушайте, ну раз человек узнал, значит все похоже. Привет. Привет, привет. Так, а сейчас у нас будет сова из смешарика. Так. Надо сделать команду привет. У нас нет, да, там какой-нибудь hello, ничего такого нет, да? У нас нет звуковой команды какой-нибудь, какой-нибудь приветственный. Так что это нам... Это, конечно, нам минусик. Ну, мы исправимся к следующему стриму. Запишем что-нибудь приветственное. Так, вот у нее два глаза, значит. И теперь добавим в них строчечки. Сова из Гарри Поттера у нас нарисована уже, ребят. Ну что вы, давайте, смотрите внимательно на листок, все же в кадре. Ну, так. А вот клюв у совы из смешариков, конечно, выглядит смешно. Он отличается от клювиков, допустим. Вот совы из Винни-Пуха и совы из большого уха. Но он немаленько такой, знаете, как у уточки нарисован. Ну, такой вот широкий достаточно. Он так улыбается. Смешарик. Что, сильно это? Ну, ну, нет. Нормально смотрит. Давайте просто чуть-чуть этот кусочек сдвину в сторону. Надеюсь, что он сразу будет, сразу станет. Вот так. Да, вот так она тебе смотрит маленько в сторону и уже не так в душу. Так, значит. Как вот смешарики поступили с этим вот крючковатым клювом? Они, конечно, нарисовали немного, как у утки. Но мы вот сейчас это тоже все разберем. То есть они вот эту часть крючковатую загнули так вперед. Очень сильно ее сгладят. Она как-то вот так вот у нас выглядит. И вот сюда. И, то есть, у нас она выпирает как бы вот так. Надо вот сюда положить немного тени. И, соответственно, добавить тени в сам рот. Потому что там это все в глубине. Вот так. Вот. Вот нашей совы появилось лицо. Что у нее? У нее еще есть ушки. Ушки у нее таких вот два конуса. Вот я как говорила, что нам конусы не пригодятся. Да, они вот, они пригодились. Что у нее такие? Один. И второй конус у нас прямо вот тут. Вот у нее. У нее такие вот еще, знаете, как антенки нарисованные. В оригинале все, я так полагаю, они так пытались изобразить вот эти вот перышки, на которые вот, на... Про какую? Которые на глобусе? Так. То есть, вот у нее появились ушки. Вот так. И у нас сова. Она здесь на картинке в шапке. Вот давайте мы шапку и нарисуем ей. И на шапке у нас подозрительная сова. А-а-а! Ну, нарисуем мы еще ее. Делов-то. Шапка у нас вязаная. Такая, полосатенькая. С помпошкой. Вот я вот это ухо сильно большое нарисовала. А эта, видимо, сильно маленькая. Раз мне так некомфортно с ней. Мужку поменьше нарисуем. Так, и еще у нашей совы есть какое-то подобие крыльев. Одно крыло она так подмяла, поджала, поставила, подбоченилась. А на втором, у меня на картинке, она держит лукошко. Лукошко. Какими-то прям пирожками. Лукошко у нас вот такое. Так, вот у нас лукошко появилось. Так, давайте только это, с нормальными там ссылками. Я тут уже обожглась сегодня, открыла ссылку. Так что давайте там как-то это. Что у нас там? Давайте тоже пирожки положим. Раз она там типа с пирожками. Так же пирожки так одно, но это... Ну, короче, обозначим. Обозначим. Что там типа пирожки. Мы с вами знаем, и нам от этого хорошо. Немного дадим нашу сове объем. Она все-таки шарообразная у нас. Они какая-то... Они какая-то еще... Ой, у нее же еще ноги есть. Е-мое. Так, но ноги у нее почти как у совы из большого уха. Такие же, такие же симпатичные. Один палец, второй и третий. И здесь тоже один, второй и третий. Сморк. Слишком темно здесь у нее получилось. Она-то не подходит. Так, по-другому. чехолку маленькой так пустим по кругу чтобы было понятно что там округляется куда-то туда наша сова негде крылышко и потемнее где-то то ушко у нее там торчит ну вот сова из большевых самая топовая а мне вот эта сова нравится извини пуха она прям такая это получилось это модня в шляпе такой с вареньем ну вообще из мишариков тоже неплохо получилось вот и так я смотрю на экран мне кажется достаточно достаточно объемная да у нас в лесу с деревьев падают птицы так что нам там прислали сову смешную ну а мне смешно что что она летит так как торпеда ну давайте давайте хотя бы поду подумаем как вот ее нам изобразить у меня там еще подозрительно но ребят нас вообще осталось нас на листе у меня еще есть место и для подозрительной и для интересной совы давайте ну мы что мы давайте нарисуем эту вот сову интересную где-то вот здесь чтобы пускай она как-то выглядывает а подозрительно нарисуем вот сюда да вот вот ориентировочно будет здесь а это будет здесь что короче длиннее летящий же летящий можно сверху все правильно летящий можно сверху какую рисуем вперед давайте подозрительную или летящая что на вперед прислали по чату то у нас было раньше у нас было раньше подозрительной сова положительную напоследок вот это до последнего держитесь на стриме не увидите эту сову рисуем летящую так мы рисуем ее сверху мне карандаш так тупится сейчас я ее подстрогаю тоже что у нас примечательного в сове которая летит ну кроме ее лица естественно вообще в принципе она у нас конечно выглядит как торпеда вот если вы тоже там открыли рисунок как и я или картинку то это ведь торпеда у нас примерно вот такая она еще так получается как бы летит к нам торпеда поэтому у нас как бы идет торпеда сама как вообще выглядит она вот такой вот такие вот как колбаска да как вареная как палка на колбасы а так как она нам летит вот сова это прям к нам летит мне прям по лицу видно что она летит на нас значит она искажается по перспективе то есть у нее конец он как бы становится уже а перед больше под наша колбаса вот это будет вот здесь вот здесь пошире от а туда к концу будет поуже там вот где у нее хвост начинается дальше так как она у нас летит сова и летит на нас то есть мы когда рисовали птиц на прошлом стриме мы об этом говорили что вот у ней голова она как бы закрывает тело поэтому мы вот никакой вот как вот здесь вот у нас шея до появлялась вот мы это никакой шеи не видеть не будем наше вот ему сама дата морда птича она появится вот здесь вот у нас будет голова нашей совы и вот пошло ее тело возможно но она как бы она но как бы над по диагонали на нас летит ну вот она все-таки видно что она такая вот там бутылка с нами на ну что надо ну смотрите ребята тут даже к есть рыбка то есть все в порядке не кстати почти только хвост не видим это рыбы дайте мой хвост не потемни вот так вот так вот хвост видать вот по картинке видно что она летит нам нужно не мимо летит она все-таки маленько как бы так по диагонали как бы мимо как бы нам на встречу но маленько мимо нас вот так она летит сова то есть это прям видно крылья у нее сложены то есть ее вот эти крылья они так вот осложены и идут вдоль вдоль тела там так нахохлившись вот сюда не такая становится тут появляется впадинка на туловище там зато крыло у нее вот здесь такое прямо пузико появляется полосатая и это все переходит переходит хвост такой вот и вот теперь мы перейдем к самому самому интересному это ее морда как бы она получается мы эту сову видим снизу поэтому наша морда смотрите я вас были прям в камеру и теперь я поднимаю когда голову вверх вы больше видите нижнюю часть моего лица нижнюю часть моего лица и верхняя часть она маленько как бы сжимается относительно да то есть они были как бы одного размера а потом я поднимаю и одна становится уже другая ши и то же самое у нас будет с мурдой совы то есть у нас если вот на смотрите примерно шло посередине до делений вот если вот мы на этой сове посмотрим на которую на нас просмотрит прямо то у нас вот середина и нас вот глаза вот тут клюв и раз вот эта линия она здесь немного выше потому что мы смотрим на эту сову снизу и сова такая сверху до нас как бы смотрит вот поэтому нет эта линия вот это нас задралась что у нас здесь у нас здесь сразу появляются глаза которые достаточно широко расставлены и у этих вот вот эти вот линии треугольничек вот этот который мы нарисовали раньше он так как идет от это искажение он из вот такого как бы видимого треугольника он вот искажает знаете становится я не меняю угол но когда я поворачиваю вверх он как кажется что он стал шире ну 100 как бы такой более тупой и вот это же мы должны тут показать то есть у нее у ней поэтому накажем такие как бы что она такая злая не как бы брови в разлет вот это все и происходит осуждая что осуждаете так вот взгляд уголки будут глаз тоже направлены вниз эти брови в разлет и у нас теперь вот здесь будет типа клюв и из под клюва будут расходиться вот эти линии и клюв у нас как бы у нас крючковатый и мы его видим там крючок все он тут здесь так изображен получается на него так падает свет а ну вы кстати опять же можете посмотреть на меня и на мой нос например и вот когда я смотрю прям в камеру не вообще падает свет в принципе видно что вот мой нос допустим когда есть же профиль да из такого широкого выпирающего превращается просто светлую полоску вот с небольшим треугольником это открыли моего нос и вот у совы все то же самое происходит то есть у нее этот клюв который вот мы рисовали вот эти вот крючковатые клювы как вот допустим вот на это у этой совы увидят тут даже по теневом рисунку тоже вот но сразу можно понять что вот у него за выступающая часть профиль мы ее видим а когда нас с вас смотрит прямо мы ее не видим мы быть мы будем видеть только на тот ребро освещенное то есть у нас наш клюв превратится вот что-то такое а вот это и он переходит туда наверх а это вся часть у нас остается в тени и аналогично для другой стороны но чуть чуть меньше а да словеческий нас так вот у совы вот они тут расходятся и и и оперение это в бок она там не где там ушки и и прижатые такой вот этой животные когда они в таком как сказать чувствуют опасность они уши поджимают поэтому сова тоже так сделала на что-то такое есть да ну так нос и перезакрасила перетерла я наверно есть слишком нарисовалась уголки опущенный вниз и вот насколько оперение там на шее вы видно который переходит наши полоски нужно на животе вот тут я сделал слишком темно сейчас так смотрю мне тут маленько посветлее посветлее оперение участие тоже по сути тут нет ну вот как-то так как-то так ну там какое-то оперение такое интересное немного бликует бумага вот так ну где у нас ценители сов мне кажется нам получилось передать ту сову которую мы увидели на картинке на картинке вот ручковатость нас вот так нужно будет вот так меньше бликует и лучше видно наверное Ну вот наша мемная сова. Так, и у нас подозрительная сова, да? А вы там кидали картинку? Ну да, ну вообще мне кажется, сходство с оригиналом есть. Сходство с оригиналом есть. Картинку кидали, значит я буду сейчас её в чате, как я вроде не запачкалась карандашом. Сейчас я её в чате найду. О, а скиньте просто ещё раз ссылку, чтобы я не листала чат, мы же только написали сверху. Пожалуйста. Пожалуйста. Ага, так. Ну что, у нас отличительная черта вот этой вот совы. Этой совы в том, что у неё большая грушевидная голова и маленькая тереца. Ну и плюс у неё ещё один глаз больше другого, потому что она сова подозревак. Что может быть, что у неё в принципе по размерам голова и тело одинаковы. Значит, мы сейчас нарисуем два их два яйца. Раз и два. Даже второй яйца чуть-чуть поменьше нам надо, который будет встречать за тело. Потому что там ещё же ноги входят. Мы ещё потом ноги отдельно дорисуем. То есть примерно вот такое вот тело у совы. Ещё вперёд грудью немного. Так что мы сейчас маленько тут нашу увеличим чуть в сторону. И голова, как я уже сказала, немного грушевидная. Эта штана у нас книзу шире, чем сверху. Мы вот тут вот добавим объём снизу. Вот так. Видите, всё. Грушу нельзя скушать. Груша. Мы сегодня уже говорили про сопряжение. И ещё раз об этом скажем. Потому что нам теперь надо две вот этих груши сопрячь, чтобы получить шею. По достаточно маленькому радиусу сопрягаем. Потому что у нас шея такая тоненькая. В оригинале. Вот она. Проверим. Дальше. Что? У нас глаза. Глаза у нас занимают прям вот такие вот большую часть. Ну какие у вас игрушки интересные. Ну давайте сразу сейчас ей ноги дорисуем, чтобы у нас не было никаких ассоциаций. Или здоровых. Ну или здоровых, даже не знаю. Сейчас мы эту вашу игрушку проапгрейдим. Нарисуем ей удобные ручки. Две. То есть вот у неё одна нога. И вторая. И... Так. Противопоставленный палец. И... Три. Противопоставленный. И... Три. Противопоставленный. Три. Противопоставленный палец. Ну вот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Так. Ну вот смотрите. Всё готово. Ну что. Раз мы уже тут тело, я сейчас у неё сейчас пояс с... Как это называется? Не карабин или карабин называется? Как называется этот холдер для оружия? Кобура. Спасибо всем, кто сказал. Кобура висит у подозрительной совы, она же там детективом работает. Кобура. Сразу раз у нее торчит с одной стороны крыло и с другой стороны крыло у нее вот такой вот каплевидной формы и оно у нее делится на несколько перышки разделяются. Один, второй, третий. Ну вот. И теперь вернемся к лицу, к морде. У нас примерно отделим там части, тут у нас появится шляпа. Уже и сразу под шляпой у нас сразу тут у нее большой, один большой глаз. Маленько так. Щечка из-за этого выпирает. Из-за того, что у нас большой глаз один. А второй глазик у нас прищурен. Так. У нас вот так, а на второй глаз где-то вот здесь. Мы рисуем такой овальчик. И в нем полосочку со зрачком. Тут у меня прям сильно толстые линии, сейчас мы это почистим. Ну вот. И где-то здесь у нее уже клюв идет. Ну вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И нам осталось надеть на шляпу, на сову шляпу. Вот у нас уже есть верхушка головы, которой эта шляпа скрыта. То есть мы рисуем сам купол шляпы. Ремешок вокруг купола. И все остальное это у нас поля. А, я забыла вторую бровь нарисовать. Такой треугольничек здесь. Это вторая бровка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте сейчас все, что у нас внутри шляпы, мы сотрем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы шляпа у нас не просречивала. Давайте мы эту сову маленько сотрем, раз она шляпой закрывается. Ага, вот так. И вернем теперь все линии, которые нечаянно стерли. Вот у нас поля подгибаются у шляпы. Они так вот придут сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного затемним, так как они подгибаются. Значит, они там в тени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ободок у купола. И что у нее там еще на шляпе из такого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На шляпе у нее еще звезда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звезда у нас вот такая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы звезда у нас выступила вперед, мы немного купол закрасим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. Подозрительная сова. Готово. Готово. А шляпу не маленько темнее, так как тень создается от шляпы. Но не так сильно, поэтому чуть-чуть. Берем резинкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глаз... ПОСИБО! Глаз почистим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного добавим ей теней под крыло. Чтобы у нее появился какой-то объем. Она писала у нас быть плоской. Ну вот и сова. Ну, вроде выглядит неплохо, да? Ну, вроде выглядит неплохо, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте я прям так положу. Более-менее по центу, чтобы мы на всех... На всех сов с вами посмотрели. Все их между собой сравнили. Вот. Эээ... Какая сова из Angry Birds? А-а-а, я не знаю, я не смотрела этот мультик. Но эта сова, она почти ничем отличается от совы из Винни-Пуха. Если так вот сравнивать с тем, что у нас уже нарисовано. Так же, давайте посмотрим на сов. И вот как раз мы сегодня говорили много о фигуре. В начале. И, по сути, все, что мы говорили, а мы все тут и применили. То есть, у нас наши совы это вот шары. Это вот тоже такие торпеды. Они вот у нас тоже, у них есть свет. Есть какие-то освещенные части. Есть у них части, которые в тени. И вот мы это все на рисунках отобразили. Вот подчеркнули эту крючковатость носа. Как раз таки тем, что добавляли, например, очень хорошо заметно на сове из СМИ шариков. Что вот у нее нос освещенный. Части в тени. То есть, она такая объемная форма. Вот на вот этой летящей сове торпеды. Это очень заметно. Вот про формы и про построение поговорили, когда рисовали вот этих вот наших сов. Да. Что-то, что-то, что-то на эльфийском. Конечно, когда мы говорим о каких-то таких персонажах двухмерных из мультиков, там откуда-то еще. Там как бы особо нет какой-то вот... Нету... У меня убежала мысль от головы. А, нет какого-то объема, как правило, нет там светотеневого рисунка. Да, вот если вы откроете там подозрительную сову и сову из большого уха, они, конечно, ну, относительно плоские. Но вот мы с вами так как тренируемся, я пыталась на каждой сове добавлять какой-то светотеневой рисунок и показывать, что на самом деле они такие достаточно объемные существа. У них есть там что-то выступающее вперед, что-то наоборот спрятанное в тени еще. Это вот видно, что вот мы вот... На вот этой совешине она такая как бочоночек. Вот у нее она освещена как раз вот здесь вот спереди. И вот мы вот подтянили ей под крылышком бока, подтянили, подтянили лапки и подтянили под шляпой. И она вот сразу... Мы сразу как бы видим вот это вот, что сверху, что снизу, что близко, что далеко. Даже вот я сижу, например, вы тоже видите, что у меня какая-то часть светлая, свечная какие-то. Вот эта часть, допустим, вся в тени, она вот темная. Также вот с рукавами. Так, это у нас сова из мультика «Ежик в тумане». Вот тут, да? Я полагаю, вас вот это вот пустое место смущает. И вот мы сейчас сюда ее и забабахаем, да? Так, ну так, все лежит по центру, всем видно. Крандаш опять ушел. Ушел это... Крандаш опять весь сточился. Так, ну эта сова, конечно, интересная. Интересная, потому что она, мало того, что она пушистая достаточно, у нее вот такие вот клюв, как трубочка, потому что она в тот момент ухает, так ух. То есть нам надо будет ей вот клюв нарисовать не так, как мы нарисовали у всех наших сов, как вот крючок, а как такую прям трубку, то есть нарисовать как цилиндры. Все на тебе показываю. И то же самое с глазами. То есть у нее глаза прям как вот пушки из танка торчат. Тут они прям вот очень сильно видно. То есть нам прямо сейчас вот цилиндры очень сильно пригодятся. Ну, мы прям... Я прям нарисую только морду. Пускай она вот тут вот будет такая здесь. Что у нее такое лицо? Немного прямоугольненькое. Причем вот такой горизонтальный прямоугольничек. То есть он вписывается примерно в такую вот форму. Что и в нем примечательное. Сова к нам тоже в полоборот. Потому что она как бы к нам в лицо, но направлена она к ежику. Это значит, что у нас как бы вообще у лиц, у животных, у морд, есть вот эта вот ось симметрия. Она у нас проходит, да, так, через нос. Она вот делит наше лицо пополам. У нас лицо симметричное. Опасительное на вот этой вот центральной оси. У сов оно такое же, симметричное. Но так как нам сова... Вот я смотрю на вас прямо. У меня ось ровно посередине лица. Когда я отворачиваюсь к работе, ось смещается там в правую или в левую треть. И вот у этой совы то же самое. У нее вот эта вот часть, она тоже смещена. То есть наши глаза будут располагаться вдоль этой оси. То есть у нас будут... Маленько так вот. Вправо и слево. А что там нам скинули для смайликов? А, смеющаяся сова. Ну здесь, да, интересно будет клювик нарисовать. Из этого. Ой. Ага, все. Я потерялась в ссылках. И ту сначала открыла. Значит, вот наша будет ось симметрия. У нас вот здесь там ушко небольшое. Немного вот тут щечка выступает. Там она выступает примерно вот здесь. А дальше вот эта часть. Я надеюсь, все видно. Это как раз вот наш этот объем. Объем. То, что у совы все-таки лицо не плоское. А оно там еще вот эти вот боковые. То есть передние, есть боковые. То есть вот оно для вас. Наша и самуличка вот здесь. А вот это вот все, это ее объем уже пошел. То есть у нас ушко здесь. Щечка здесь. Ушко тут. Щечка тут. А дальше это как бы сам объем. И теперь давайте рисовать саму нашу сову. Начнем с глазиков, наверное. Глаза у нас такие вот как... Как я уже говорила, как дуло у танка. Два дула. Будет, наверное, так это склонение. Все эти склонения, спряжения. Зрачок, зрачок, там радужка. Такое вот. И сложные глаза. И причем они еще у нас будут идти со смещением в... Для меня это влево. Потому что у нас сова, она и смотрит влево на картинке. Я как-то близко ей рисую глаза относительно того, как они глаза у нее на картинке. Давайте я этот ей глаз чуть-чуть сдвину. Вот сюда. Да, тут хорошо. Так, мы смещаем. Один глазик. И второй. И вот здесь у нее ее клюв тоже вытянут. То есть он такой вытягивается у нее как в трубочку. То есть у нее в этой трубочке есть основание. И вот она вершина. И вот здесь как раз таки сам ее клювик. Такой вот таким вот черным темным ромбиком. Потому что она его открыла. Потому что она его открыла. Поэтому там темнота. ромбиком. Потому что все-таки это клюв. как бы он остренький такой достаточно. Вот. И это все у нас. У нас клюв относительно светлый. Я его чуть-чуть заштрихую. Чтобы мы понимали, что он у нас объемный. Но так как он светлый, нам нужно очень темный штрих положить везде. Везде кроме глаз и клюва. Давайте так как это сова. Штрихи будем накладывать так вот. И сова такая прям пушистая. Мы штрихи наложим такими. Сделаем такими грубыми и не очень аккуратными. Чтобы как бы сымитировать вот это ее оперение. Угу. 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 Продолжение следует... И тут оно будет расходиться в разные стороны, это переднее ее... От глаз оно будет так вот радиально расходиться, и дальше там все больше выпрямляться. И вот уже здесь сзади будет такое почти неразличимое... Мы там добавим ей шейку расходиться, переднее... Светленькая и темненькая... Кого напоминает сова? Наверное, сову из мультика или нет? Или что-то прям другое напоминает? Или что-то прям конкретно другое? Ну вот, маленько подниму, чтобы не бликовал карандаш... Ну, собственно, вот наша сова... Давайте, давайте, думайте, думайте... Чуть-чуть еще захочет добавить чуть больше тени на низ клюва... Вот так... Вот так... Вот так... Ну, да... Конечно... Ну вот, наша сова... Я вот смотрю, что у нее вообще в оригинале... Тут вот почти нет расстояния между глазом и клювом... А у меня оно появилось... И она за этого не очень похожа... Дайте мы ей... Классик... Чуть сюда увеличим... Или клювик... Или клювик... Вот так... Да, мне кажется так... Она чуть-чуть... Чуть-чуть... По похожести... По похожести... По похожести на то... На картинку саму... Сходную... Весь лист тут... И руку испачкала карандашом... Ну, вроде кофта не особо я попачкала... Тут даже фотка есть... А, ты ищешь человека конкретно? Ты уже знаешь на такого человека похоже? Мне вообще кажется, что-то медвежье появилось в этой сове... Наверное, это из-за ушей... Но она такая есть... Что-то не такое есть в сове... Изначально... Обезьяна... Черно-белая... Давайте так резинку подложу... Не подплакнул... Чтобы меньше пульковал... Ну вот... Вот наша сова... Не понимаю, о чем идет речь... Ну ладно... Ха-ха-ха... 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 Ха-ха-ха-ха... Ну вот что интересного в этой сове? Конечно, тут скорее всего интересно вот этот вот... То, как изменяется лицо при повороте... Морда при повороте... Что она так... Исказилась немного... У нас вот этот вытянулся в клюв... Трубочку... Ну, конечно, на ней почти никакой не дали ни свет ни тень... На самой... На самой морде, с моей голове... Потому что я вот решила наоборот... Подчеркнуть, что она такая вот пушистая... И мы ее почти полностью закрыли такими штрихами... Которые как раз таки вот это имитирует ее оперение такое... Немного я добавляла такие штрихи вот на вот этих вот совах... Которые имитируют окрас, оперение... И... Здесь она прям посильнее... Конечно, на других совах... Сначала из-за того, что они мультяшные... И у них особо такого ничего не прорисовано... Мы, конечно, это все сделали гораздо проще... Они у нас такие гладкие... Ха-ха-ха-ха... Как мячики... Так, чуть пододвину, чтобы все было видно... Ну, слушайте... Вспомнил! Ура! Ну, давай! Что это? Пингвина! Ну, да! Кстати, вот вообще у пингвинов... У них тоже клювики примерно похожие формы... Если вот открыть... Прямо фотографии пингвинов... И фотографии сов... Вы увидите, что у них есть вот схожие черты... И это нормально, что у нас сова получилась похожа на пингвина... Для убедительности можем написать сова снизу... Ха-ха-ха-ха... Ха-ха-ха-ха... И... Чтобы у нас никого не возникало сомнений, что у нас это сова... Что у нас тут? Тут войдет 4 буквы... СО-ВА, да? А... Буква С... Кто какие буквы... Засечками? Или... Без засечек? Ну, ладно, я уже... Что я спрашиваю? Нужно зарисовать засечками уже... О-о-о-о... А... Буква А... Не люблю буквы А рисовать, она такая странная... Не люблю буквы А рисовать, она такая странная... СО-ВА... А... СО-ВА... А-х... Тех птиц я тоже подписывала... Так что давайте эту сову тоже... СО-ВА... СОВ тоже подпишу. Ну, так. Пишите, какая СОВ вам понравилась больше всего. Какую СОВу было интереснее всего смотреть. Как она рисовалась. Пишите, будете ли вы предпринимать попытки самостоятельно нарисовать СОВу. И еще пишите. Идеи на следующую среду. Обязательно. Ребята, вы ищите мой инстаграм. Пишите мне в инстаграме, что рисовать по средам. Как правильно. Тоже пишите, как правильно. Пишите, как правильно говорить по средам или по средам. Пишите, рисовать, каких животных мне надо рисовать. И пишите, какая СОВа вам больше всего понравилась. Какую бы вы хотели попробовать нарисовать самостоятельно. Вау. Спасибо. Мне тоже они вообще все нравятся. Я прям смотрю. Ну, наверное, мой фаворит тут это СОВа из Винни-Пуха. Как-то она вот мне больше всех нравится. Что-то прям вот я так смотрю на нее такая прям веселенькая, пузатенькая и кокетливая одновременно. По технике, наверное, мне больше всего нравится, как получилась СОВа из СМИ-Шариков. То есть она такая у нас прям вот прям как из мультика. Очень круглая, на ней очень хорошо легли тени. С МИ-Шариком и подозрительная. Да, подозрительная СОВа, наверное, классная, потому что у нее вот этот вот есть такие черты, очень яркие. Это вот ее фирменный пищур. И, конечно же, шляпа. То есть она прям сразу так делает такой плюс к Лехе, чтобы Леху рисовать или плюс к его варианту ответа, к варианту с волками. Ну, я понимаю, что это из большого уха. Да, она тоже классно получилась у нас. Такая прям... Она как будто сейчас так получилась, что она вот уже держала какую-то веревку. И теперь кажется, что она держит вот эту вот большую СОВу. Как будто, знаете, есть такие воздушные шары, которые из такого фольгированного полиэтилена там в виде... Я не буду рисовать Лешу, даже не надеетесь. Да, вот есть такие там в форме единорога, в форме машинки. И вот ощущение, что вот эта СОВа из большого уха, что она вот держит такой вот воздушный шар. Держит такой вот воздушный шар в виде этой большой СОВы. Ну, потому что рисовать портрет, ребята, это вообще очень сложно. Потому что рисовать портрет, это мы с вами вообще засядем очень надолго. В портретах построения очень много. Потом надо тоже выделять, как сказать, вот эти вот крючочки. Мы про них тоже говорили на предыдущих стримах, что есть такой вот в портретах. Очень важно найти крючок. Это то, та часть, та черта, за которую мы сильнее всего цепляемся, когда смотрим на человека. То есть вот мы смотрим и сразу видим, например, крючковатый нос. Или, например, у человека близко посаженные круглые глаза. Вот мы сразу вот это обращаем на это внимание. Или у него массивный подбородок. То есть это вот на такие вещи надо сразу подмечать, уметь быстро подмечать и переносить сразу на бумагу. И вот если вот именно эту черту хорошо нарисовать, то в целом не очень хороший, не очень точный портрет будет создавать впечатление точного портрета. Потому что мы передали основные черты. Было хорошо. И вот у меня мало практики в рисовании людей, еще меньше практики в рисовании портретов. И мне надо будет вообще долго сильно готовиться, чтобы хоть что-то портретное вам показывать. Шаржа. Ну, шаржа нет. Это все гиперполизированный портрет, что еще сложнее. Ладно, я, в общем, отмазываюсь. Отмазывай, пошли. В общем, я большим удовольствием в следующую среду порисую волков. Порисую волков. Я полагаю, что у меня это сильно получится. А, ну я так полагаю, волчков тоже будем рисовать мультяшных, да? Из там из Нупогоди... Какие мы знаем волков из Нупогоди? Откуда еще? В каких еще мультиках были волки? Еще был, который жил-был пес, мультик. Там тоже был волк. Но я не помню мультика про красную шапочку. Мем-волк. А, который в цирке. Я знаю только мем волк, который когда укусил за бочок. Там такой вот гордый такой. Да, вот жил-был пес. Что вот еще про волка? Ну вот у нас еще там Маугли. Ну вот мультфильм по Киплингу. То есть там тоже вот эта вот Акела красиво нарисован. То есть тоже можно нарисовать таких вот, попробовать. Попробовать таких волчков. Ну и, конечно, когда мы без биомистичного изображения волка, мы его тоже вот это нарисуем. Потому что, конечно, когда художники, мультипликаторы, иллюстраторы начинают прорабатывать таких вот героев, мультяшных, которые вот в виде каких-то животных, они, конечно, отталкиваются от того, как это животное выглядит в реальном мире. И потом, как бы, изменяет его фигуру в зависимости от того, какой персонаж требуется. То есть там более, как сказать, антропоморфный он должен быть. Или вот так в случае со своими шариками больше шарик должен быть превращен. Или как с истории про Винни-Пуха, что он должен иметь такой, как игрушечный вид. То есть у нас игрушка, это что? Это игрушка-подушка, да? То есть поэтому наша саванна вот такого вида. Вот это все антропоморфные собы. Собы, то есть они так похожи, типа, на человечков. У них вот уже вытянутый корпус, там какое-то подобие крыльев рук. А, вот это, да, я вижу, открыла на другом экране. Ну, конечно, такой волчок прямо смотрит в душу. Ну, порисуем, порисуем. Очень, конечно, интересно попробовать, может быть, какой-нибудь один стрим. Ну, что-нибудь там дальше-дальше вперед на будущее. Может быть, я над этим подумаю еще. И порисуем какой-нибудь, подумаем. Да, вот именно над такой вот мультипликализацией предметов, животных. То есть будем попробуем взять какое-нибудь, например, придумать там животное и попробовать его в какой-то мультяшный вид превратить, подумать о том, как мы могли бы кого-то изобразить в таком примитивизированном виде. Так, какую мы ссылку ждем? Мы ждем ссылку с волчком каким-то, да? Давайте, давайте. У меня уже тут браузер, куча ссылок открыт. Надо их позакрывать. Продолжение следует... Ну, конечно, тут такой волк, как собака. Ну, в смысле, прям как... Ладно, окей, волк и есть собака. Что уж такое. Ну, просто тут уж, как бы, основных чертов волка они почти не прослеживаются. То есть такое. Ну да, мы просто будем пытаться передать вот это сходство с этой вот странной мордочкой. Так, новая ссылочка, ага. Да, вот мы ее открывали, ага. Ну, такой волчок. Криповатенький, да? Кто открыл? Согласитесь, что он криповатенький, конечно. Так, это какой-то другой вид картинки. Ага. Вот, вот это можно нарисовать. Вот такую картинку нарисовать можно. Она вот уже такая приятненькая, детская. Вот это да. Это хороший вариант. Ну, все. Договорились. Значит, запоминайте. Ставьте себе напоминалку. Следующая среда. Восемь вечера. Встречаемся в том же месте, в тот же час. И будем, будем опять рисовать. Давайте еще немного посидим. Давайте я вытащу бутылку водки. Сказка сказок. Ага. Ну, какие интересные мультики. Я вот такой, наверное, не смотрела. Не будет это. Значит, будем смотреть. Будем смотреть, вдохновляться. В общем, ребята, если вам понравилось, обязательно, если вы еще не зафоловлены, фоловьтесь. Обязательно делитесь с друзьями. Может быть, у вас есть друзья, которым тоже было бы интересно посмотреть на такие вот стримы. Тоже вместе порисовать. Может быть, там еще что-то. Так что, давай. Пускай тоже какие-то ваши знакомые, друзья, приходят. Вам будет в чате веселее. И мне будет что рисовать по всяким заявкам. Все вот это будем вместе сидеть, веселиться. И попутно что-то изучать. Выходит, как опытным путем выяснили, что интереснее изучать какие-то основы рисования вот таким путем, чем вот этими вот линиями и перспективами. Видимо, только мне интересно. Да. А всем остальным интересно вот так. Давай сову и смешариков. Ну, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. И, согласно, что мы на этом все тоже можем рассмотреть. Спасибо, ребята, всем, кто присоединился, всем, кто здесь был с нами на стриме. Обязательно приходите еще, приводите друзей, фоловьтесь, фоловьте друзей своих, регайте новые аккаунты, фоловьтесь с них. То есть, прям все по методичке. Обязательно присоединяйтесь по средам 8 и в такое же время по субботам. По субботам у нас немного другой контент. Там мы говорим про лего. Наверняка у вас есть друзья, которым тоже интересно лего, и которые не мы. Вот, так что приводите их. Спасибо всем, кто смотрел это видео в записи. Продолжайте это делать, смотрите обязательно. Посмотрите предыдущие стримы по рисованию, где мы рисовали птиц. Вот мы сегодня рисовали... Надо ее покупать, эту ламборджини. Она, конечно, дорогая такая. Посмотрите, когда мы рисовали птиц на прошлом стриме. То есть, это вот эти вот птички. У нас был стрим, где мы их рисовали. Это тоже было очень интересно. Вот эти вот стилизации мы разные попробовали. Тоже обязательно посмотрите. И, конечно, посмотрите обязательно самый первый стрим по рисованию, который скоро удалится. Потому что на нем рисовали вот такую красивую картинку. И вообще тоже много говорили и про цвета, и про свет, и про всякие перспективы. И, в принципе, говорили про рисование очень много, очень было интересно. Вот посмотрите, пока стрим, пока еще стрим на сервере. Пока его запись доступна. Ну, еще раз всем большое спасибо. Я очень рада, что вообще вы все пришли, и вам так понравилось. И у нас такой сегодня получился оживленный стрим. Это мне очень приятно. Я очень довольна, прям в приподнятом настроении. Большое всем спасибо. Лего сову мы, наверное, попробуем. Мы можем попробовать собрать лего сову. Это не точно. Это не точно, но можно. Ну, все. Два с половиной часа. Хорошее, хорошее, очень хорошее время для стрима. Еще раз всем спасибо. Всем доброй ночи. Доброго вечера. Доброго дня. Не знаю, когда вы это смотрите, когда вы это посмотрели. Приходите еще. Всех была рада видеть. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok